Радио Вести. Главные новости, максимум мнений. Вацко и Варда. Шоу Дубль В. Партнер программы Париматч. Играют они, выигрываете вы. Париматч. Здравствуйте всем, кто в этот час нас слушает и смотрит в онлайне. Радио Вести приглашает вас на программу Дубль В. Каждый понедельник с 19 до 20 часов вечера мы здесь говорим об украинском футболе и о том, что происходит вокруг игры номер один для нашей страны. По правому флангу атаки в нашем эфире всегда играет футбольный голос Украины. Комментатор канала Футбол 1, Футбол 2 Виктор Вацко. С левого края его поддерживает ведущий радио Вестислава Варда. Ну а в центре поля всегда наш гость. И сегодня это главный тренер футбольного клуба Олимпик Донецк Роман Санжар. Здравствуйте, Роман Михайлович. Спасибо, что пришли. Здравствуйте, Виктор. Привет, Слава. Доброго дня, Роман Миколаевич. Поки що не будемо менять по-батькові. Да-да-да. Добрый. Дякуємо, что вы с нами. И сразу, поскольку у нас за звичайно дефицит, мы приступаем до допиту. Я готов. Роман Миколаевич, я посадил так у вільный от работы час. Поспівставляв, поаналізував, подумав. И бачу, что у вас очень много похожего с Юргеном Клопом. Не знаю. Ви в 33 роки закінчили футбольную карьеру. Ви були капитаном команди, яку одразу очолили після завершення своєї карьери. І ви вивели цю команду в першу її історії в елітний дивізіон українського футболу. Юрген Клоп зробив щось схоже із Манцем, але єдина відмінність – він в 34 закінчив. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, ви не рано закінчили карьеру. Чому так сталося? У нас в клубі були переміни. Після Ігоря Петрова прийшов главний тренер. Главним тренером назначили Пеліпчука Романа Михайловича. І він був призван для того, щоб кардинально міняти. Президент хотів переміни. Главний тренер прийшов, хотів перестраївати команду, хотів видіти молоді. Кстати, йому дуже нравився Клоп, і він хотів, щоб Олимпик виглядав як Барусі. Він тоді ориентировався в те часи на ту команду. Поработав два, може бути, навіть місяця в команде, у нас зробився розговор. Він сказав, що, Ром, все ровно є возраст, хочу видіти молоді, то є це буде перспективні для команди. Пригласили мене з президентом. Він сказав, що ти як смотриш на те, щоб стати помощником Романа Михайловича. Я, в принципі, недолго думав. Мені це було інтересно, все ровно спробувати себе вже в новій, скажімо так, ролі. І я, в принципі, сразу согласився. Затем, випадувалося так, що ми пройшли зимні збори. І після трьох игр второго круга чемпіоната, дуже неудачно команда зіграла. Так получилось, що президент принял рішення уволити головного тренера. І визвав мене, задавав питання, Рома, потягнеш чи не? Я відповідав, що, як я можу сказати, потягнути чи не? Я тільки недавно сам іграв, я не знаю, як буде. Ну, займайся, я тобі доверяю, в тебе верю і так далі. Так получилось, що, в принципі, ми доіграли чемпіонат. В першій же игре, коли я принял команду, ми победили у Гелиуса на виїзді. Таке це повлияло дуже положительно на команду, на ребят. Ребята поверили як-то в нашу совмістну роботу. От наступний рік вже була поставлена задача, ну і далі вже ви самі все знаєте. Ну, а у вас не було бажання ще пограти все-таки? Чи ви не хотілося? Ні, я, тобто... Чи здоров'я не дозволяло? Ні, здоров'я у мене, слава Богу, як би було. І у мене так случилось, що взагалі за період моєї кар'єри, до 33 років, у мене було там кілька розтяжень за все время і все. Ну, там, гальнастопи виворачував таке, серйозного у мене нічого не було. І, в принципі, я, як правило, по травмам ніколи не пропускав. Якщо це були якісь віддельні ігри, да, десь випав, але завжди на короткий срок. Тобто мене травми не беспокоили. Просто морально я вже як-то, ну, не знаю. Тобто, коли мені пропонували, я заінтересував. Легко далося рішення, так? Так, так. А от чим вас приваблює робота тренера? Що ви для себе знайшли в цій роботі? Так розумію, що ви вже, ще граючи футбол, готувалися до цього чи ні? Ну, так сложилось, що, в принципі, ще і при Ігорі Петрові, я практично, будучи капітаном команди, я був практично його допомогником. Тобто, состав команди ми завжди обговорили всі, він викликав мене перед грою, ми обговорили кандидатурі. Ігор Григорьович, як правило, прислушивався до того, що я кажу. Тобто, я якби понимав приблизительно процес весь, і, ну, в принципі, я був помощником уже, сначала грающим, затем, ну, уже помощником Пелепчука. Тому це для мене так получилось, що не нове. Хоча, бути рядом, бути помощником – це одно. А коли ти починаєш готувати команду, коли ти починаєш вже її управляти, це зовсім-совсем другое. А стиль гри якої команди, якого тренера, от, можна сказати, формував ваше бачення, ваше бачення ідеального футболу для команди своєї? Ви знаєте, а я не орієнтувався ні на якого тренера. Я вот, когда я играв, я видел так, я, будучи капитаном, мне всегда, я всегда требовав от ребят на футбольном поле, щоб ми прессинговали. Я не любив футбол от обороны, я всегда любив прессинг, всегда любив играти активно, вне зависимости от того, сильнее соперник, слабей. Я всегда выходил с настроем на прессинг, на борьбу. Вот. И с первых дней я, в принципе, своей работой, я сразу же начал на этом акцентировать внимание. То есть это не мой ориентир на какого это из тренеров. Это чисто от души вот идет, это мое видение и все. Ну, прессинг тоже может быть разным. Можно прессинговать высоко, можно прессинговать там в другой зоне, правда? Да. Вот. И все это... Я за высокий прессинг. За высокий, так? Але залежит от соперника тоже. Конечно, конечно. Шахтар высоко, прессингуешь 5 отримаешь. Конечно. Но здесь тоже может быть такой момент, что можно прессинговать и шахтер. И этот прессинг может не получиться именно шахтером. Но это психология, это менталитет. То есть прессинг, ты выходишь, ты выходишь на борьбу, ты уже выходишь соперника, то есть загонять, вставить, скажем так, в неудобные условия. Ты не отходишь, ты не пытаешься сам себя уже до игры ставить такое. Понятно, что прессинг должен быть организованный, это должно быть правильно, то есть в определенных ситуациях, когда мяч не под контролем, когда мяч там в воздухе, и начинать активные действия и так далее. Этого всего много. Но это обязательно. Это придает агрессию игре. Ну, агрессию в игре. То есть, мне кажется, это придает больше интереса, когда на поле борьба. И зрителям такой футбол смотреть интересно. То есть вам подобается, когда футбол более агрессивный? Да. А вот скажите, футболист Роман Сенжар грав бы сейчас в основном складе Олимпика, у премьер-релизы, у главного тренера Романа Сенжара? Вы знаете, ну, большой вопрос. Это сложный вопрос и большой вопрос. Я не могу сказать. То есть я не могу сейчас увидеть себя на фоне тех ребят, которые есть. То есть, я считаю, у меня были те качества, которые, возможно, лучше, чем у тех ребят, которые есть. Но, может быть, в каких-то аспектах, скажем так, я и уступаю в чем-то. Поэтому это надо, чтобы мне сейчас было 25 лет, я тренировался, готовился в команде. То есть, ну, это вопрос сложный очень. А скажите, вам приятно было стати наймолодшим тренером команды Украинской премьер-лиги? Вот такие ощущения тогда были. Олимпик вышел в первую свою историю в элитный дивизион украинского футбола. Вы – наймолодший тренер. Как вы это переживали? Какие эмоции были? У меня, вот, вы знаете, как и после выигранного нами чемпионата, как и после выигранных многих игр, у меня нет особой радости. У меня есть чувство вот такого спокойствия, удовлетворения, что я это сделал, я этого добился. И вот у меня, наоборот, приходит такая усталость, и вот у меня больше спокойствия, чем, наоборот, появляются какие-то эмоции. А, безусловно, когда тебе говорят, там, лестные слова, там, специалисты, эксперты, конечно же, это приятно все. Роман Николаевич, Виктор, сейчас мы сделаем паузу, идем на новости и вернемся в эфир футбольного шоу «Дубль В» на радио «Вести». Сегодня у нас в гостях самый молодой тренер, главный тренер украинской футбольной премьер-лиги, наставник клуба. Возвращаемся в прямой эфир шоу «Дубль В». У нас в гостях самый молодой тренер украинской премьер-лиги, главный тренер футбольного клуба «Олимпик» из Донецка, Роман Николаевич Санжар. Ну и как там у классика? Виктор, заходи. Так. Роман Николаевич, мы говорили про старт вашей тренерской карьеры, мы говорили про дебют и эмоции в премьер-лиге. Но еще один аспект, с которым вы зештолкнулись, нетрадиционный для украинского футбола, незвичный для украинского футбола. Скажите, насколько легче, или, наоборот, робить вашу работу тренера ситуация, когда в его подпорядкувании на футбольном поле грая президент клуба? Вы знаете, ну, наверное, это непросто, но, опять-таки, учитывая то, что я уже больше десяти лет в Олимпике, то есть эти отношения выстроены уже годами, и поэтому на сегодняшний день особых проблем нет. То есть больше есть плюсов. Мне легче находить общий язык, потому что он всегда находится рядом. Он видит, чем дышит команда, что получается, что не получается. Он тоже за нее переживает. Мы общаемся, он высказывает свое мнение, мы иногда спорим с ним. То есть в этом плане есть позитив. Понятно, тяжело претензии предъявлять президенту, когда у него что-то не получается на футбольном поле, где он там где-то не доработал, не добежал. Ну, ничего страшного. Он на поле футболист, и я как в принципе, как и с президентом, так и с любым футболистом общаюсь. Я могу просто интонацией где-то подсказать, голос повысить корректно. То есть это воспринимается всегда нормально, без всяких там моментов. А бывало таки, что вы ему, кажется, футболистом напихали в раздевальне? Ну, конечно, такого не бывает. Я могу, я всегда, я стараюсь разговаривать, особенно в раздевалке, всегда спокойно, толерантно. Вот, бывают моменты, когда я могу там как-то жестко повысить голос на футболистов, на президента. В раздевалке я голос не повышаю, но и, если это, допустим, в игре у нас идет, допустим, команда начинает прессинг, и кто-то что-то не понимает, к примеру, президент где-то не дожимает, то я, естественно, интонация, это могу обратиться, там, крикнуть громко, там, Вадик или что-то, давай там, ну, в таком плане. То есть, это Григорьич, или Вадик, то есть, в этом вообще нет, как бы, проблем. Он к этому относится, к нему ребята, по имени обращаются, в этом вообще нет проблем. А вот как футболисты реагуют на такий момент? А же, ну, особенно те, кто не 10 лет в команде, те, кто приходят, они понимают, что априори Гельзин может играть в стартовом складе, потому что он так захотел. Ну, как правило, вы видите, такого-такого нет, то есть, я думаю, что Григорьич сам и видит, то, что ребята на сегодняшний день посильней, по формам, у них игровая, ну, получше, наверное, и он с пониманием относится к тому, что я где-то даже на сборах, там, с какой-то сильной командой, где мы отрабатываем какие-то моменты, я его не ставлю, а где-то игра, когда слаживается, он это видит, и я это вижу, и ребята понимают, что Григорьич выйдет, и где-то может помочь, и от этого картина на футбольном поле не изменится, то он выходит, в принципе, с этим нет проблем. Наоборот, что бывают моменты, когда и я, как тренер, это использовал, выпуская президента в первой ли еще, или в основном составе, или выпуская на замену, то есть я, понятно, присутствие его на футбольном поле мотивирует ребят, они понимают, что рядом президент, и президент, он всегда лучше чувствует, находясь на футбольном поле, кто из себя, что представляет, как, кто старается, то есть, и поэтому ребята становятся более мотивированы, поэтому я это, как плюс, всегда пытаюсь использовать. А вот Владислав Гельзя мает вплив на визначение стартового склада? Мы с ним обсуждаем, он может сказать, Рома, я вижу вот так, я говорю, я вижу вот так, но он никогда мне не скажет, нет, Рома, пусть играет этот игрок, и все. то он, как консультант, так, у него слово есть, но остальное слово за вам. Естественно, у него большое слово, но решение принимаю я, потому что мне отвечают за результат, я в ответе за игру команды, за микроклимат команды, И очень часто Григорьевич, у нас много очень совпадает с ним мнением. Бывает, что нет. Мы можем поспорить, но он всегда отступит, он не будет лезть в мою работу. Вот смотрите, ни для кого не секрет в украинском футболе, что есть президенты, которые позволяют себе набрать главного тренера под час матча и сказать, что ты выпустил, меняй. Нет, такого ни разу у нас не было. И, наверное, Владислав Григорьевич, он очень толерантно себя ведет по отношению и к футболистам, и к нам, к тренерскому штабу. Мы можем с ним поговорить после игры. Он может мне позвонить и сказать, Рома, я считаю, ты его там неправильно делал, ты вот так, а надо было выпускать того футболиста. Зачем ты эту сделал замену, выпусти там того футболиста, это было правильней, и он тоже на меня может тон повысить, опять-таки, корректно, все это, ну, как президент. Вот, но всегда это вот в рамках такого диалога происходит. Тобто вам комфортно, так? Да. А какая его роль в раздягании команды? Вот он может на эмоциях після матча, например, зайти и голосить додатковые премиальные? Ну, очень много раз было, когда он заходил в раздевалку и называл двойные премиальные, но ни разу такого не было, чтобы он зашел и оштрафовал ребят. То есть он добрый президент? Я считаю, что да. А вот, когда мова идет про запрошение новачка в команду, кто его переглядает, ну, от, визначаючи его чинные возможности, его потенциал, есть скауты, вы это делаете самостоятельно, или президент? Рекомендуют скауты, мы приглашаем на тренировки наш тренер, я и мои помощники, мы внимательно смотрим, есть игры, которые мы играем, смотрим в тренировочном процессе, затем все вместе обсуждаем. В этом участвует так же самая президент. Остальное слово? За мной. За вами. Мы футболистов не покупали. Никогда в истории? Никогда. Олимпик никогда не покупал футболистов. А продавали? Все футболисты, которые были, они приходят свободными агентами. По-моему, нет. Не продавали? По-моему, нет. Можно назвать футбольный клуб Олимпик имени Босмана, так, який придумал правило, что вильные агенты могут быть, так, люди, которые закинчиваются контракт? Так, так уже, опять-таки, сложено годами, мы всегда, то есть, ну, мы изначально, вот, мы всегда ведем работу со свободными агентами. Мы футболистов не покупаем. Доброе. Найсильнейший футболист, якого вам довелось тренувати в своей карьере? Ну, мне бы не хотелось, опять-таки. Я считаю, очень сильный футболист был у нас Иса Шерип. То есть, хорошие ребята. Я считаю, что у нас, вот, вы знаете, в Олимпике, наверное, такая команда, где выделить от ярко выраженного лидера, вот, нельзя. У нас всегда такая более-менее ровная команда, и на фоне этой команды немножко выделяются, там, Иса выделялся, может быть, Кирилл Дорошенко выделялся своим конструктивом. Алексей Детятя выделялся своими бойцовскими качествами. Гамка Демян. Ну, вы нормально ставитесь до того, что, вот, ваша команда, это клуб, который открывает футболистов и дает им шлях дальше на повышение. То есть, Детятя в Орске сейчас грая. Дорошенко перейшел в зорю, ну, там, пока что через травмы, так, у него, я знаю, проблемы с спиной были, у него не складываются пока, но футболист действительно очень сильный. Иса, не знаю, где Иса, там, его, он переходил в 200 клубов за зиму, но не знаю, где он так и сейчас грая. Вот, как вы до этого ставите? Я считаю, что это абсолютно все положительно, это плюс для нас. И то, что от нас ребята переходят в клубы, которые ставят более высокие задачи, чем мы, у которых более сильное финансовое положение. То есть, я считаю, что это должно мотивировать всех остальных ребят, которые к нам приходят. И, в принципе, у нас на этом работа и построена. Но в тот же час у вас нет арендованных футболистов? Нет. Почему? Это же норма сейчас для средних клубов украинского футбола. Вот, кстати, здесь позиция больше президента. Почему? Ну, мы считаем, что больше президента, но и я где-то его в этом понимаю и поддерживаю. Мы считаем, что арендованный футболист все равно где-то не на 100% будет вылаживаться за нашу команду. Где-то он все равно ментально в другой команде. То есть, мы как бы, как правило, не как правило, а вообще считаем, что надо работать со своими футболистами. Возможно, ситуация нас дальше как-то заставит и мы свое мнение в будущем поменяем. Это не вопрос. Но пока на сегодняшний день, да, вот так. А вы можете сказать, что вы работаете в хороших умовах стабильного клуба? Вы задоволенны умовами жизни и работы в Киеве? Я доволен абсолютно всем, что есть в Олимпике. Единственное, что я говорил и вот повторюсь на сегодняшний день, то, что касается быта, там, все здесь устраивает, все нормально. Единственный у нас момент с переездом, у нас нет своих полей и вот это вот большой такой минус для нашей работы. То есть, хотя на эту тему мы думаем, разговариваем и как бы ищем выходы, но то, что у команды нет своих полей, это очень большая проблема. Ну, вы в минулому сезону, вы жалели, что взимку вы працювали, тренувались на штучных полях, потом вышли на зелене поле, и это стало великой проблемой. Пошли травмы и футболисты очень тяжело перелаштовывались. Кроме травм, результат был поганый. Да. Зараз, какая ситуация? Вас покращилась? Ну, дело в том, что в том году мы работали на синтетике, но и на синтетике очень такого плохого качества. Плюс, скажем так, я оказался и команда оказалась, и наш тренерский штаб оказался в такой непростой ситуации. Здесь нужно иметь опыт, как выходить, какие тренировки давать, какую нагрузку давать. И вот где-то и мы промазывали в этом плане, и это все отразилось на результате. И, учитывая прошлогодний год, мы поменяли работу, поменяли нагрузки. Плюс мы сейчас тренируемся на синтетике более лучшего качества, и, возможно, поэтому как-то и результаты у нас поменялись в этом году. Роман Николаевич, Виктор, первый тайм мы уже отыграли, свисток на перерыв, слушаем новости и возвращаемся в эфир футбольного шоу «Дубль В». Главный тренер футбольного клуба «Олимпик Донецк» Роман Санжар у нас сегодня. Ну и, к слову, вероятность встретить самого молодого главного тренера украинской премьер-лиги. В сегодняшнем нашем эфире 100% Роман Санжар, наставник Донецкого Олимпика, у нас сегодня в гостях. Ну, у меня также есть лирический выступ, потому что... Просим. Так, цього тижня наш шахтар знову з'їдеться в поединку із Брагою у Лізі Європи. В першому матчі молитви болівальників, і не тільки молитви болівальників, допомогли нашим хлопцям. Тому давайте ще раз зберемо всі сили і будемо тримати кулаки за них. Тим більше, що шанси хлопців дуже високі. Експерти букмекерів міжнародної компанії «Паримач» дають 54% ймовірності перемоги шахтаря і в рази менші шанси у противника із Португалії всього 19%. Боліваємо за наших хлопців «Паримач», грають вони, виграєте ви. Не спроста, я зараз таким чином все це підвів. Хочу поговорити про один неприємний момент, іміджево неприємний для вашої команди. Яке ваше ставлення до того, що «Олімпік» за два роки виступів у прем'єр-лізі частенько фігурує в розмовах про, скажімо так, нечесні матчі, по іншими словами кажучи, іграх на контору? Ну, здесь, наверное, другого быть не може. Естественно, негативно отношусь, і то, що вообще такі розмови є, для нас це дуже неприємно. В-первых, для мене, як для тренера, дуже розмовляється робота, тому що хлопці відвікаються від цього всього, всі дивляться новини, ці розмови, вони таку розрушують енергетику. І тому, ну, мене, як для тренера, це дуже неприємно. Але єдинственне, що, о чому говорю, і, як би, розмови, ці вже длятся, наверное, більше годом, може бути год, але все це остається пустими розмовами. І це, наверное, найголовніше. Просто плохо, що, опять-таки, слушая телепередачи, дуже багато людей, які верять тому, що говориться по телевізору, і опроверити, як-то, получить какую-то інформацію у людей немає. І от формирується таке общественне мнення, і, звісно ж, мені це не подобається. І тут ми можемо тільки своєю грою, як-то ці всі тучи розвити, своїм відношенням, своєю боротьбою на футбольному полі. Другого варіанта у нас немає, я не вижу, як. Ну і найголовніше те, чому я на сьогоднішній момент радь, що Верховна Рада проголосувала. На сьогоднішній день є закон, є структуры, які займаються офіціально, і, я думаю, в скорому часу буде менше популізму в цих питаннях. Тобто ви вважаєте це популізмом? Ну, я, так, а як по-другому? Добре, я по-іншому поставлю запитання. От минулого сезону, якщо я не помиляюсь, ну, минулого року точно, я просто не пригадаю, це був кінець минулого сезону чи початок нового чемпіонату. Вас і ще кількох футболістів Олімпіка викликали для дачі показань, тут комітет етики чесної гри, я дуже не пригадую, хто, відповідна структура, яка займалася розслідуваннями ситуації. Було таке? Звісно, було. Ви з'явились, ви розмовляли? Я, естественно, я прийшов, но, опять-таки, вопросы какие? Почему в этом епізоді игрок сыграл вот так? Я объяснил, задали вопросы футболістам, все. Це до чого, ну, де зупинились, на чому зупинились, до чого все це дійшло? На этом все і остановилось. Тобто більше вас ніхто... То есть, далі це нікуди не двигається, це тільки розговори. Якщо б на той момент о той ситуації... Ось дуже багато всього говорилось, але все це говорилось по телевізору, в житті нічого не відбувалося. Один раз нас пригласили, пригласил Кочетов, ми пообщались, я ответив на вопросы. І багато прояснил, я считаю, в цих вопросах, тому що, действительно, коли люди не видять, не понимають істину происходящого, то есть у них, а почему так? То есть я как бы, как тренер, как смог, я все объяснил. Ребята ответили на вопросы. То есть мы поговорили, и вопрос был закрыт. Все. Дальше это никуда не двинулось. В команді питання з чесністю не стоїть, тому що невыключений варіант, що тренер не знає, наприклад. Невыключений варіант. Все моменты, вони такі, імеють, наверное, дуже разрушаючую силу для коллектива, тому що ти говориш якісь якісь, я допустим, перед тем, як дати установку, як сказати якісь ключеві слова в роздевалці, перед выходом, я дуже багато думаю, а що сказати, а як сказати, а як інтонати сказати. Якщо я буду подозревати то, що я буду говорити, і ребята як-то будуть з двійним дном розпринимати, ну, роботи не буде, результата не буде, ігри не буде, це однозначно. Тому я свято верю в то, в честність, ребят, ще раз скажу, хорошо, що на сьогоднішній день є закон, є структуры, які займаються цим офіціально. І я уверен, що якщо б що-то було б, то вже б це однозначно бувало, ну, я в це, я в цьому уверен, але якщо нічого немає, доказів немає, я против того, щоб ребят, ребят, команду говорили о тому, що це так, якщо це не доказано. Буде доказано, вопросів немає. І я чем могу, як тренер, і я уверен, кожен із ребят, ми будемо завжди спосібствувати для якихось розкрытий цих моментів. Але поки що цього всього немає. Цього немає. Це тільки розмови. Дійсно виглядає популізмом. Тобто один раз лише викликали, давали свідчення ви і футболістів вашої команди, і все, на цьому все закінчили. Вопрос один раз. Был вопрос. Вопрос задавався по игре, по-моему, з металлистом, коли Агиря, Влад, получив красну карточку, і в конце був пенальти. Я дал четкий, ну, не понимала комісія, а почему, вот так, що це за действо. Я объяснил о том, що наукануне у Влада умерла бабушка, которая його воспитувала за день. Він у мене сначала відпросився. Я його відпустив поехати на похорони в Луганск. Затем він сказав, я йому говорю, Влад, тебе не пустять туда даже, ти не приєдеш. Ну, затем він передумав, остался. І, можливо, вот этот психологічний момент, она його воспитувала, то есть, як-то повлиял. А за Влада уже агресивно, Влад і Драченко два лучших друга. Судья не свистнул один раз, і Влад агресивно отреагував, ударив, удалення произошло. А дальше уже пошел накал, і Максим просто Драченко прыгнул там в игрока агресивно. Да, і це розкрутили, як будто це гра на контору. Але там була чиста психологія, це чисті емоції, які я знаю. Я з цими хлопцями прошел з первої ліги, я просто знаю їх внутренні качіства. Вони не будуть і не спосібні на це все. Я считаю, що це я популярно объяснил, довел, і більше на цю тему вопросів нам не задавали. Зрозуміло. Добре, давайте тоді вже трішки на більш побутові теми перейдемо. Я пригадую, що минулого року, після тих історій з поганими полями, про які ми вже сьогодні згадували, історії з проблемами підготовки, як наслідок були розмови про переїзд клубу із Києва. Тоді Вінницю, зокрема, називали. Ви вирішили не переїздити, зараз ви продовжуєте грати на стадіоні імені Баннікова, який всі критикують із точки зору кількості вболівальників, яких він може вмістити, і насамперед з точки зору якості поля. Чому ви вирішили все-таки залишитися в Києві? Перше питання. Друге питання. Чи зараз немає розмов, чи немає бажання переїхати із Києва в місто, більш голодне, до футболу, до великого футболу? Ну, во-первых, переїжджати – це дуже проблематично, тому що у всіх вже розмістилися, сняли квартири, діти пошли в школи, в садики, і переїжджати – це проблематично. Плюс ми розмовлялися з президентом на цю тему, він мені сказав, що веде діалог якоби з федерациєю, і, можливо, на Банніково вже наступний год буде помінян газон, про те, що, можливо, буде строювання стадионів, чи реконструкція. Ми пропонуємо, нас звуть, є хороший стадион, допустим, в Борисполі, де теж нас болельщики просять і приходять, коли ми там тренуємося, говорять – гриєте у нас. Але там роздівалки не соответствують стандартам прем'єр-лиги. Тому є, і, можливо, федерація где-то знайдет такі стадиони, які… Тобто стадион Банніково відповідає вимогам прем'єр-лиги, а в Борисполі роздігання не відповідає, тому ми не граємо? Ви не граєте? Там, да, там нет світа. Тобто, ну, от так, там поле, хоча там поле, але я вважаю, що лучшого качіства, ніж на Банніково. Але все одно інфраструктура не соответствує. Опять-таки, ведеться на эту тему диалог. Может быть, скорее всего, на Банніково поменяється газон, который буде більшого качіства. Потому що, ну, опять-таки, те условія, в таких условіях играти і показати якийсь футбол, ну, дуже тяжело. Роман Николаївич і Виктор винуждені уйти на паузу. Возвращаємся вже з вопросами наших слушателей і зрителей із Фейсбук. Роман Санжар, главний тренер Донецького Олимпика у нас сегодня в гостях. Ну, Роман Николаївич, вам пишут, сразу задаю вам вопросы от наших слушателей і зрителей. Президент Олимпика сказал, що нужно летом укрепити ще несколько позицій. Какі позиції ви, як тренер, хочете укрепити? Ну, я б хотів видіти ще нападаючого в команде, більше атакуючих футболістів. Плюс, наверное, саме головне для нас удержати тех ребят, які є, допомогу, можливо, центрального західника і нападаючого. Моха вже перерос уровень Олимпика. Ви готовы с ним розстаться летом? І як проходит восстановлення Лысенко? Він сможет в нынешній сезоні выйти на поле? Мені дуже б хотіло, щоб Володя восстановився. Я думаю, що на сьогоднішній день то, що його є, немає в рядах команди, це ребята відчувають. І ми відчуваємо. Тому, що касається Мохи, я считаю, що він ще поки не перерос нашу команду, але він підходить, якщо він стабільно буде показувати таку ігру, як показав, допустим, Гаверли, я считаю, то, що він буде цікаво цікаво, що він буде цікаво клубам, які више нас. Донецький Олимпик завжди славився своєю сильній дитско-юношескій школою. Пожалуйста, скажіть, що з нею відчувалося в данний момент? В данний момент у нас школа закрита, то есть там ніхто не тренується, все, як було, закріто, під ключ, то есть в тех условіях, президент, хоча його просили, я знаю, виходили на нього, щоб він відкривав школу, він сказав, що не буде рисковати жизнями дітей, не дай Бог, там, що-то прилетит туди, то есть, тому наша школа закрита. Кого считаєте на данний момент лучшим тренером мира, тільки за самого себя голосувати нелезя? Очень тяжело сказати, я можу назвати тех тренеров, которые, которые мне нравятся, їх имена, как бы, все знают. Вот, лучшого, наверное, нет. Есть там, есть тренеры, которые мне импонируют, это и Клоп, и Гвардиола, и Симеоне, вот, а назвать какого-то одного, я не знаю, много хороших тренеров. Назовите свои самые памятные матчи как футболиста и как тренера. Наверное, когда самые мои памятные матчи, это когда мы с Кривбасом и забирали очки и у киевского Динамо, и в ничью и с Шахтером Донецким играли. Самый, наверное, памятный матч это особенно был в Донецке, когда у нас, мы, по-моему, восьмером остались, когда у нас было три удаления. Вот, это такое, по накалу у нас всегда были такие бои с Шахтером, у нас было три удаления, вот такой, что-то матч этот остался в памяти моей. Как матч, как тренера, наверное, мне помнится матч в Александрии, когда мы были в первой лиге, это был для нас ключевой матч, когда мы выиграли, в принципе, мы конкурировали и мы, и Александрия за выход в премьер-лигу, тогда это был ключевой для нас матч, и мы выиграли на выезде, поэтому тоже этот матч остался в памяти. На какой действительно оригинальный поступок вы готовы, если ваша команда станет чемпионом? Фантазия-то, да? Не знаю, тут надо подумать, не знаю. Будучи футболистом, вам приходилось придерживаться диеты, когда закончили играть, то насладились ли вы всякими запретными до этого кондитерскими изделиями? Нет, у меня, когда я играл, у меня проблем с весом не было вообще, после того, как перестал играть, в принципе, я много в весе не прибавил, но, может быть, два там килограмма, но питаюсь меньше, особенно из своего рациона убрал мощное. Чи есть в вашем житті людина, к которой вы вдячны, возможно, за шанс, поддержку, подказку, людина, без допомоги которой не было б Санжара-футболиста, а сгодом тренера? Я благодарен своей супруге, она всегда поддерживает меня, всегда находится рядом, где-то подбадривает, где-то вдохновляет, поэтому всем, чем я благодарен, благодарен своей семье, могу так сказать. Опять-таки, благодарен многим людям, но больше всего своей семьи. Вопросы из рубрики знают найбільше мов за всіх. Тоже тяжелый вопрос. Возможно, мой помощник, Алексей Владимирович Змеевский, он такой, очень эрудированный парень, любит путешествовать, и я думаю, что он больше всего знает. Он общается и с Мохой, и по-испански, и по-английски, и по-украински может разговаривать, и по-русски, то есть, я считаю, что он мой помощник, самый эрудированный у нас. Теперь вот смотри, ведь помнишь, они же играют по системе W, да? А нам-то, что у них 4-2-4, какая ваша любимая футбольная схема? И, можно, она опять-таки, она трансформируется в игре, как правило. Мы играем 4-2-3-1, 4-1-4-1, вот, все зависит от соперника, вот, поэтому, наверное, 4-1-4-1. Роман Миколаевич, что вам лицензия выдавал? Я уже просто навченный 1-4-1-4-1. Не, 1-4-5-1. Это почти пример Верни Дуба, да? это уже новое поколение тренеров, это уже, ну, зараз, в Европе, так, действительно, таких, 4-2-3-1. Смотрите дальше, помните свой гол, который стал первым в профессиональной истории Олимпика? Ну, который, наверное, да. Вы забыли первый мяч в другой лизе, так? Вы забыли первый мяч в профессиональной истории Олимпика. Памятаете? Помню. Замкнул фланговую передачу, по-моему. Головою, ногою, право-лево. Ну, право-лево я не помню, просто замкнул передачу низом, ногою. Чи був у вашей тренерской карьері такий підопічный, которому хотілося б зробити фізичное зауважение? Наши зрители и слушатели зададут вопросы. А что? Виталий К? Нет. Супер-тяж. Нет, Боря. Опять-таки, эмоції всегда есть, но не такие. Я всех ребят уважаю в первую очередь, поэтому мне пока что хватает слов, поэтому такого желания физически сделать замечание не будет. Я коли читав интервью Клопа, про яку я уже сегодня згадывал, он сказал, що ніколи в житі не бувся, я завжди словами доводав свою праву. Что называется? Президент ФФУ дал интервью о шатком положении металлиста. Если случиться так, что команда не продолжит выступление в УПЛ, хотели бы вы со своей командой базироваться и играть в Харькове? Возможно, возможно, но мне бы больше хотелось, чтобы такая команда, как харьковский металлист, опять-таки, осталась премьер-лиги и вернулись те к ним времена, когда они показывали очень хороший качественный футбол и наверное, очень приятно приехать в этот город и сыграть при той атмосфере. Ну и пожалуйста, какой ваш самый нелюбимый вопрос от журналистов? Самый нелюбимый? По поводу, наверное, опять-таки, по поводу букмекерских контор этих. Понятно, что он беспокоит и не нравится, но я понимаю, раз это людей интересует, я всегда на него отвечаю. Так, чего не стоит говорить молодым игрокам? Чему тренеру не стоит говорить? Тяжелый вопрос. Чего тренеру не стоит говорить молодым игрокам? Наверное, очень очень аккуратно их надо поощрять, очень аккуратно надо, наверное, хвалить, так, чтобы не было передоза, потому что молодости свойственно где-то улетать, немножко отрываться от земли, поэтому вот эта похвала, она должна быть, ну такая, наверное, очень, очень правильная и такая, аккуратная. Назовите на ваш взгляд главное преимущество и главный недостаток молодого тренера в принципе. Преимущество, ну, наверное, преимущество это, наверное, огромное желание, это стремление что-то доказать, чего-то добиться, вот та энергетика, которая есть у молодых тренеров, это, наверное, есть их плюсы. Плюс, наверное, молодой тренер может участвовать в тренировках я обычно это делаю и я скажу, что тренируясь иногда с ребятами, ты получаешь больше информации, чем когда ты стоишь просто на бровке, то есть ты лучше ощущаешь. Наверное, минусы, это, наверное, нехватка опыта. Ну и вот еще финальный вопрос, какую книгу обязан прочитать каждый начинающий футбольный тренер? О, как интересно. Книгу? Да. Опять же, на ваш взгляд, как вы думаете? Зобовязанный прям. Обязан, да. Я вам скажу так, я читаю разные книги, но назвать ту книгу, которую обязан прочитать каждый тренер, мне тяжело назвать. Я думаю, вы библию назвали. Библию, наверное. Наверное, библию. Роман, не то чтобы обязан, но хорошо было бы, если бы вы сейчас определили победителю, кому достанется футбольный мяч с вашим автографом. Какой вопрос вам больше всего запомнился? Предпоследний вопрос, по-моему, предпоследний, который... Предпоследнее преимущество и недостатки тренера. Роман Санжар был у нас сегодня в гостях, главный тренер Донецкого клуба Олимпик Виктор Вацко. Слава, Варда. И футбольное шоу Дубль В. Каждый понедельник с 19 до 20 часов вечера на Радио Вести. Спасибо вам за то, что смотрите и слушаете. Будьте с нами.